Добрый день, уважаемые телезрители канала RTN. С вами Ари Каган в программе «Городские новости Нью-Йорка». Сводки с фронта борьбы с коронавирусной эпидемией. По данным Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, за 22 марта 4681 пациент находились в госпиталях штата Нью-Йорк с диагнозом коронавирус. Позитивные результаты тестов на COVID-19 в среднем за 7 дней в штате Нью-Йорк, процент составил 3,33%. 53 человека ушли из жизни из-за коронавируса 22 марта. Каждая жизнь дороже любого золота. Средний уровень заражения за 7 дней в городе Нью-Йорке составил 6,25%, то есть почти в два раза больше, чем по всему штату. А в Южном Бруклине средний уровень заражения за 7 дней тоже очень высокий, более 8%. Но все равно оба эти показателя ниже, чем было в предыдущие несколько недель. Продолжается вакцинация населения прививками компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. По всему штату Нью-Йорк уже получили прививки 7,875,000 человек. И около 3,6 млн человек получили такие прививки в городе Нью-Йорке. Каждый день в столице мира открываются новые центры по вакцинации. Также аптеки Walgreens, Rite Aid и CVS расширяют списки тех горожан, кто имеет право на получение прививок от COVID-19. Уже теперь могут в этих аптеках получать такие прививки не только пенсионеры, как было раньше, но и люди более молодого возраста, имеющие серьезные хронические болезни, так называемые underlying conditions. Мэр города Билл де Блазе вчера удивил политический эстеблишмент города и средства массовой информации. Он объявил о создании новой специальной комиссии по установлению расовой справедливости, которая должна будет комиссия выработать свои рекомендации по изменению городской хартии, городского устава в декабре нынешнего года, когда полномочия нынешнего мэра уже будут практически истекать. Многие политологи и средства массовой информации считают, что мэр Билл де Блазе просто планирует выдвигаться в губернатор из штата Нью-Йорк в следующем году. И поэтому он ежедневно на пресс-конференциях призывает и к отставке нынешнего губернатора Эндри Кома, комментирует ход бюджетных переговоров в Волбане и говорит о необходимости установления расовой справедливости, так как представители расовых меньшинств составляют большинство избирателей на будущих демократических праймерис 2022 года. Мэр также заявляет, что комиссия сможет предложить выплату репараций родившимся в городе Нью-Йорке чернокожим горожанам и другие очень радикальные идеи. Комментируя все эти события, демократ Бетси Готбаум, глава неправительственной организации Citizens Union, она занимала несколько лет должность общественного адвоката города Нью-Йорка, она назвала идею внесения поправок в городскую хартию в конце второго срока нынешнего мэра очень странной и предположила политическую подоплеку подобных шагов. В любом случае, рекомендации новой комиссии по установлению расовой справедливости должны будут утверждаться населением города на референдуме в ноябре 2022 года, что очень и очень маловероятно. Ассамблея штата Нью-Йорк, спикер Ассамблеи Карл Хисти, демократ из Бронкса, не только обсуждает бюджет штата, который должен быть принят до 1 апреля, но и порядок проведения процедуры импичмента губернатора штата Эндрю Куома. Даже если все планы лидеров легислатуры осуществятся, и расследование юридического комитета Ассамблеи штата будет проведено достаточно быстро, то даже в этом случае само голосование по импичменту губернатора Эндрю Куома может пройти не раньше сентября или даже октября нынешнего года. Ну а сам губернатор постоянно заявляет, что уходить в отставку досрочно он не планирует. А теперь поговорим о городских школах. С 22 марта вышли на занятия после долгого перерыва 65 тысяч старшеклассников. Но начиная с сегодняшнего дня, по многочисленным просьбам родителей, Департамент образования города разрешил повторную регистрацию всех учеников на занятия внутри школ, а не только виртуально из дома. Крайняя дата новой регистрации учеников до 2 апреля, и уже известно, что желающих очень много. Федеральный центр по контролю за эпидемиологическими заболеваниями одобряет возврат учеников в школы при соблюдении правил безопасности, чтобы все находились в масках и ученики, и школьный персонал, чтобы в школах хорошо работала вентиляция и проверялась температура у всех учеников и школьного персонала на входе. 85% нью-йоркских учителей, по данным городского департамента образования, прошли вакцинацию от коронавируса. Средний уровень заражений COVID-19 в нью-йоркских школах в феврале нынешнего года был менее 1%. Поэтому нью-йоркские школы считаются очень безопасными. Такие новости были на сегодняшний день, на данный момент. С вами был Арий Каган в программе «Городские новости». Всего вам самого доброго!